так добавляемся правильно и сразу сразу ставим лайки много-много лайков а я пока перья хочу вот сюда флипчарт чтобы было видно и передвину вот так вот не так фигово вот так а вот я передвигаю камеру так вот последний вопрос был последний между из табо из предыдущего эфира вопрос был а как же наладить безбюджетный сбыт до как зайти безбюджетно наладить бизнес такой бизнес это в первую очередь сбыть это не то какой товар найти это не то что начать производить это не чем начать заниматься это в первую очередь продумывание сбыта да если вы думаете про какую-то там про какую-то товарку или про какую-то услугу вам нужно продумать что это нужно в первую очередь бизнес это сбыт на сегодняшний день товара услуг выше крыши вы можете абсолютно ничего не производить но если вы умеете продавать если у вас налажен сбыт то есть привлечение клиента продажи и удержание клиента возвращения повторные покупки то для вас все дороги открыты потому что именно да кстати звук звук есть у всех поставьте плюс если звук есть есть звук супер поэтому именно организация и вот то чему нужно научиться это тому как привлечь как продавать и как превращать вашего состоявшегося клиента в статус постоянного клиента да и здесь мы возвратимся уже к нашему товару еще раз у вас товар какого спроса у вас товар за которым можно повторно вернуться третий раз вернуться или товары да или вы выбрали нишу в которой можно повторно я сейчас не говорю что это правильно или вы должны все сейчас упороться и придумать что-то там широким ассортиментом я говорю что если у вас задача выйти безбюджетно то это то о чем вам нужно думать я поэтому задала вопрос а какого фига вам всем интересно да как безбюджетно начать и я не начну рассказывать что возьмите дома найдите все ненужное занесите на авито продайте освободите деньги и это есть вот ваш бизнес нет это все херня бизнес это сбыт бизнес это прибыль а прибыль организовывается всегда из продаж то из сбыта как организовать безбюджетно возвращаемся мы возвращаемся к тому и сейчас мы только когда мы умеем мы знаем как наладить трафик там мы знаем как продавать это основное чему на сегодняшний день нужно научиться потому что товаров много поставщиков много производителей много людей производящих услугу очень много которым нужны клиенты и поверьте на сегодняшний день вы обратитесь абсолютно в любой магазин абсолютно к любому к любому к любому бизнесмену в любую услугу вы придете и скажете у меня есть твой клиент будешь покупать если это конечно же квалифицированный клиент вам скажу да буду либо вы берете эту услугу то есть вы не продаете своего лида то есть можно продавать лида до конечному потребителю вашему биту бишнику либо вы можете не продавать своего лида а вы можете брать лида брать на аутсорс услугу и таким образом зарабатывать полную сумму денег либо у вас есть вот это сейчас и про свою историю расскажу так как я знаю как выстроить сбыт я выбираю высокомаржинальную нишу я выбираю нишу где мне не нужно содержать склады да я выбираю отрасль в которую мне не нужно заводить завозить в наличие потому что содержание площадей занимает денег, наличие товара у тебя на складах занимает денег, наличие персонала для того, чтобы работать, это тоже деньги, нафига это нужно? Сегодня парадигма бизнеса сдвинулась, сегодня бизнес это не, сейчас приведу примеры, на сегодняшний день бизнес это не столько там магазины, заводы, пароходы, газеты и производства, на сегодняшний день бизнес это сайт по сути, сайт, две бумажки, печать и один помощник вот таким образом и образовывается дополнительная стоимость и вот эту дополнительную стоимость ты себе и забираешь ты связываешь, ты такой человек, который находит конечного потребителя B2C и B2B, их связывает, вам дает B2B товар и вам отдает B2C деньги, да, в итоге вы отдаете B2C товар, B2B кусок денег и вот на эти свои, так сказать, да, взяли за тысячу, продали за 22, вот за эти вот 2% и живем, да, и вот эти 2% вы оставляете условно себе, вот это безбюджетная история, конечно же, если кто-то ожидал, что я сейчас расскажу, что без денег можно открыть ресторан, хотя можно, что без денег можно открыть гостиницу, хотя можно, что без денег можно открыть магазин там уровня Ашан, хотя скорее всего тоже можно, то сегодня не про это, сегодня мой эфир был посвящен исключительно ценности и пониманию, что самое важное это продажа, да, и все, что выстроено, все, что связано с продажей, потому что если нету вот этого, нету этого человека, сейчас другую марку возьму, нету этого человека вовне или вы не этот человек, вы не умеете это делать, то как бы вы не пытались, да, не пытались производить и улучшать, у вас плюсики в карме, плюсики, 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 вас потребитель не видит. На сегодняшний день ему столько предлагают, он бесконечно много предлагается всякого дерьма и прекрасного продукта, что вас с вашим хорошим продуктом с 60 плюсиками он просто не видит, он покупает не хороший продукт, он покупает тот продукт, который ему продали, который ему показали вот так, да, и продали, а не тот, который где-то там прекрасно продается, потому что все мы знаем, да, опять же пресловутую сеть макдональдс и все мы знаем как прекрасно печет пирожки наша бабушка допустим или наша мама или наша тетя наша сестра кто-нибудь что-то вкусно готовит но очередь к нашей маме не выстраивается и к нашей бабушке не выстраивалась никогда она бесконечно улучшает производство своего пирожка в макдональдс в какое бы время суток мы не приехали нам приходится стоять в очередях потому что что потому что вот это это основа это основа их бизнеса это продажа не усовершенствование продукта потому что продукт макдональдс до усовершенствовать себя позволить может вот у них хватит денег чтобы открыть по всему миру а вместо вот этого своего фастфуда открыть сеть мишленовских ресторан она на хрен никому не нужно они подумали о том каким должен быть бургер для того чтобы его покупали и что нужно сделать для того чтобы этот бургер покупали и вот этот долгит макдональдс а не наша бабушка и не наша мама и не наша сестра да вот как сделать чтоб тебя увидели малобюджетно что сделать чтоб тебя увидели малобюджетно вот смотрите у меня есть такая программа обнаженный инста-бизнес, да, и я туда беру абсолютно всех, не потому что мне хочется взять абсолютно всех, хотя в том числе, да, я не буду скрывать, что я на этом зарабатываю, я рассказываю на инстаграме, на этом марафоне, на этой программе, как, не вкладывая денег, кто был на моем марафоне, поставьте плюс, да, подтвердите, если вы все еще здесь, потому что вы все это уже, скорее всего, знаете, да, не так глубоко, допустим, как те, кто приходит на живую встречу на конвейер-продаж, естественно, ну и не так глубоко, как мои участники с программы прибыльный бизнес, я не даю материалов, на которых я скажу, вливай деньги в рекламу и будет тебе счастье, да, я не говорю о том, такие инструменты не даю, которые там, ну и давайте еще соберемся там по 10 тысяч вложимся и так когда будет тебе счастье, нет, абсолютно все, кто выполнил, смотрите, сколько плюсов, да, абсолютно все, кто выполнял задание, приходят к тому, и на курсе такая же история происходит, и на конвейере-продаж такая же история, только конвейер-это быстрая история, да, это быстро, пришел, получил, завтра применил и отбил свои деньги, которые ты там заплатил, собственно, за конвейер, да, курс, это такая глобальная вещь, которая прям меняет мозги человеку, марафон, это те, кто хочет меня, так сказать, попробовать дешево, блин, те, кто захотел меня попробовать дешево, те, кто хочет работать в инстаграме, да, и те, у кого нет огромных бюджетов и пока не собирается вкладывать в бюджет. Вы поверьте, что абсолютно у всех так много не сделано, да, при том, что вы умеете писать тексты, причем, что вы умеете делать фотоконтент, при том, что вы умеете, как это, делать классный продукт, у вас так много не сделано для того, чтобы вас увидели, как вы говорите, да, для того, чтобы вас увидели, Вы ничего пока еще не сделали для того, чтобы вас увидели. И это я рассказываю, этот марафон будет обновленный, абсолютно обновленная программа. У нас будут дополнительные спикеры, да, у нас будет специалист по Валберес, по работе с Валберес. У нас будет, скорее всего, специалист по работе с Китаем, очень интересные люди. У нас будет специалист по текстам, настоящий специалист. Вы часто спрашиваете, у кого учусь я, вот будет человек, у которого учусь я. У нас будет таргетолог, который расскажет, как своими пальчиками влезть и настроить, да, или хотя бы как контролировать того, кто влезает своими пальчиками и настраивает. У нас будет бухгалтер, который расскажет, как вести отчетность, учет, да. У нас буду я, естественно, да, у нас буду я, и я дополняю эту программу. И поверьте, что для того, чтобы вас увидели, вы пока еще не сделали ничего. Нет, у меня учились очень крутые блогеры, крупные блогеры. Только про двух я могу говорить, да, только двое разрешили говорить, что они у меня учились. Училось у меня очень много блогеров. И не было ни одного, кто сказал бы, слушай, да я тоже все делаю, понимаете. А вот, все дело в опыте. Мой опыт не инстаграмовский и не онлайновский, да. Мой опыт, он из розницы, мой опыт, как я говорю, который начинается там за окнами. Когда ты выходишь на улицу, ты понимаешь, за каждый сантиметр надо платить. В инстаграме мы ни за что не платим. Так вот, малобюджетно, чтобы вас увидели. Это инстаграм. Вот поверьте, в инстаграме на сегодняшний день работает все. У меня подруга, я уже рассказывала эту историю, я расскажу свою историю, как я начинала в инстаграме с товаркой работать и с услугой. Кстати, у меня часто спрашивают, а как я начала работать с услугой, расскажу. Так вот, у меня подруга использует инстаграм для продажи комбайнов. Комбайны, сельскохозяйственная техника. И когда вам кто-то говорит, что каменные ванны не продаются в инстаграм, они просто не знают, как это сделать. Они просто до сих пор думают, что инстаграм это площадка для мамочек, которые покупают дешевые бусики по 200 рублей своим деткам шапочки. Что еще? Что еще они обычно говорят? Да, своим деткам шапочки вязаные, там штучки, ползунки и там, ну, возможно, зефирчик. Если там сильно вы будете уметь продавать и будете пиздец каким красивым аккаунтом, да, у вас начнет выстраиваться очередь. Просто все меняется, и люди в инстаграм заходят другие. Люди-то заходят другие, и те, кто был там давно, изменились, а специалисты по инстаграму не изменились. Вот, потому что им неоткуда было меняться, кроме инстаграма, они, собственно, ничего и не знают. Вот, поэтому, если речь идет про то, чтобы вас увидели относительно дешево, это про обнаженный инстаграм бизнес. Если у вас речь идет о том, чтобы вас увидели быстро и вы наладили сбыт, то это речь про конвейер. Если вы хотите прям очень глубоко упороться, сломать все мозги из своей жизни, то это курс, конечно же, это курс. Поэтому, опять же, я зову всех, и сейчас расскажу основную историю. Да, я сказала, что я расскажу, как это делаю я, когда речь идет про безбюджетно. Многие, кто меня давно знают, знают, что я начала, когда-то, когда зашла в инстаграм, я хотела попробовать эту площадку как площадку для товаров. Потому что, как услугу продавать, нам всем понятно, а что делать с товаром, да? Хотя многие говорят, что, наоборот, услугу продавать сложнее. Так вот, услугу продавать проще, чем товар. Товарники, ставьте плюс. А услуга, пожалуйста, протестующий восклицательный знак. Ставьте, если вы со мной не согласны. Товар в инстаграме сложно показать. Вот сегодня у меня тоже на курсе девушка. У нее очень крутой аккаунт, очень крутые джетти засыпают под Юлию. А, Юли, дети засыпают под Юлию трус. Ну вот, видите. Да, товарники согласны со мной, а услуга молчит. Услуга нет, услуга протестует. Услуга протестует, что услуга сложно продавать. Я расскажу и про услугу, и про товар. Товар сложно... Вот сегодня сбилась мысль. У нас зашла девушка. Еще пока пару дней можно зайти на курс. Уже все, дальше никого больше принимать не будем на курс. Будем уже августовский поток собирать. У нее очень крутая шмотка. Ну, товар, да, одежда. Средняя ценовая категория, не дешевая, не масс-маркет, хорошая. И по тканям видно. Очень красивый Инстаграм. Нереально красивый Инстаграм. И я зашла, посмотрела, она пришла с Инстаграмом, ей нужно продавать. И когда-то у нее все хорошо. Многие ко мне обращаются, говорят, вот еще два года назад мы просто не справлялись с работой. Просто вот так, да, постишь, и у тебя разлетело все. Опять постишь, нужны деньги, постишь, и разлетелось. Причем количествами капитальными, а огромными сейчас этого нет. Потому что парадигма изменилась. Потому что люди изменились. Все изменилось. А вы продолжаете, пытаетесь работать так же. Единственное, что приходит на ум, это надо изменить визуал, это надо изменить СММщика, это надо писать другие тексты. Правильно я пишу, говорю, да? Пишите плюс, если вы согласны с тем, что я говорю. Кажется, что надо, наверное, доработать фотоконтент, надо доработать тексты, надо еще какую-то хрень доработать. Подороже привезти ткани, взять лучшего фотографа, таргетирована реклама, блогеры, гивы, марафоны и так далее, и так далее, и так далее, и тогда будут продажи. Нет, это не про продажи. Товарка в Инстаграме продается вообще не так. Товарку в Инстаграме надо показать, надо заменить человеку поход в магазин. Вот это основное, что нужно выяснить и уяснить товарникам, вам нужно заменить поход в магазин, да? В любом случае надо, нет, не в любом случае надо, иногда идеально оформленный Инстаграм, зайдите в чат, посмотрите, да, посмотрите, прекрасный Инстаграм. Инстаграм, иногда идеально оформленный Инстаграм пессимизирует продажи, его лайкают, он очень нравится стилистам, он очень крутой, но там нет продаж, он чересчур хорош. Понимаете, это так же, как с девушкой бывает, девушка настолько прекрасна, что она остается одна. Поэтому, так же, как Макдональдс, который я говорю, да, так же, как пример с Макдональдсом, нужно четко знать свой продукт и нужно четко знать своего покупателя, что для него уже достаточно. И делать чересчур это фигово, точно так же, когда девушка чересчур, это очень часто фигово, да, чем когда девушка ровно настолько, насколько нужно. И вот почему-то нас сбили вот с этой правильной мысли, с правильной идеей быть, что хорошо это уже достаточно, да, и мы почему-то упарываемся в то, что нужно быть идеальными. Мы как девушки, мы как товар, мы как продукт, мы как бизнес. Это неправильно, это неправда, это никогда не хорошо. Про услугу. А, сейчас расскажу, как я начинала, я же не рассказала, как без бюджета можно начинать. Когда я поняла, как продает Инстаграм, как работает Инстаграм, потому что в Инстаграме я не начинала, я не начинала в Инстаграме, у меня бизнес тот, который за дверью, за стенами, за окнами, которые в миру, где приходит налоговая, да, конфискует АБЭП, где возбуждаются производства по факту, там, незаконные, и так далее, и так далее, и так далее, и всякого говнища. Вот я оттуда, да, я пришла, и я говорила, вот это вот, вот эти картинки, вот эта вот хрень, я открывала телефон, и смотрела, да быть такого не может, это все вранье, что здесь зарабатывают деньги, этого быть не может, потому что быть такого не может никогда. Я полгода читала, я потом начала писать свою правду, потому что очень много неправды было в Инсте, я начала писать свою правду, и я стала разбираться, да, консультировать людей, консультироваться, помогать и просить помощи, и я поняла, я поняла, как продает. Мне захотелось протестить свою идею, и я выбрала прекрасную идею, я выбрала, конечно же, продажу солнечных очков через Инстаграм. Ну, просто вот самое легкое, вот вообще проще некуда, да, солнечные очки, сука, через Инстаграм, да, которые не примерить невозможно, не потрогать, не увидеть. И это мой первый, первый онлайн продаж, да, я продавала услугу уже на то время онлайн, но услуга продается проще, ну, я правда говорю, услуга продается проще, ты рассказывай про результаты, которые получит человек, ну, это чуть позже расскажу. А что получит человек, купив солнечные очки, они будут вот здесь у него, вот здесь, вот так, они у него выше бровей, ниже, вот хз, да. И я стала вспоминать, я все-таки с товарки начинала, да, то есть за 16 лет, слава богу, я до хрена всякого говна и добра перепробовала. И я поняла, что людям нужны некрасивые картинки, а тогда было время флотлей, вот тогда все прям упарывали, сделали вот эти раскладки, где вот здесь вот сложенная кофта, да, там же какой-то там признак золотого или принцип золотого сечения, здесь сложенная кофта, и это и есть товар. Да, вот здесь сложенная кофта, здесь чашечка с кофе, под этой хренью журнал под этой кофтой лежит, выглядывает, тут бусики лежат, здесь веточка зелени там, допустим, выглядывает, здесь женская рука, вот такая у меня рука будет, да. Ну вот, охуенно красивая картинка, просто нереально красивая картинка, на которую хочется смотреть. Но когда ты смотришь эту картинку у себя в ленте или на стене аккаунта продающего, ты смотришь и думаешь, бля, что здесь продают, здесь бусики продают, здесь журнал, ветку, эту доску, на которой все еще и фоны, фотофоны, да, эту доску или что, и вот, сука, красиво, да, а что здесь, вот. Да, и получается лайков дохуя, сохранений дохуя, продаж нихуя, прошу прощения, больше обещаю себе не материться. Получается, что и нифига нету, нету продаж, собираются лайки, потом ко мне приходит человек и говорит, у меня классный товар, у меня классный визуал, у меня классные тексты, у меня продаж нет. А потому что нихрена непонятно, что ты продаешь. А потому что, когда ты приходишь в магазин, вот в обычный магазин, когда ты хочешь купить кофту, и ты придешь, у тебя под стеклом лежит вот это, вот это, да, вот это, красиво, бусики, ручка, чашечка кофе, веточка и прочая-прочая хрень. Вы понимаете, что это то, что вам хочется надеть на себя или другое, другое. Потом появился новый тренд, надевать на себя товар, не на себя, а на модель, да. Кто-то сказал, что на себя нельзя, потому что ты выглядишь как кусок говна всегда, да, тот, кто производит, тот всегда выглядит как кусок говна. Или тот, кто перепродает свой товар, или даже если речь не про вещи, а там про тортики, про серьги. Поэтому нужно взять обязательно профессиональную, худую, красивую модель, ее нарядить, поместить ее в крутой интерьер, посадить ее, там, не знаю, в майбах, в гостиницу, не знаю, там, на Мальдивы, куда угодно, да. Потому что только так продает, потому что Инстаграм это визуальная сеть, потому что Инстаграм это ВОК. Так вот, я как продажник, я напоминаю, ВОК ни хера не продает, ВОК продает рекламу, ВОК покупают, чтобы смотреть, а не покупать. И когда вы превращаетесь в ВОК, вы превращаетесь в ВОК. Вот. И я пришла с своими очками, я вот эту, вот эту идею, что людям нужно заменить походу в магазин. Я ее внедрила в себя в Инстаграм, и мои солнечные очки, у меня их не было на руках. У меня, я не хотела вкладывать деньги, я понимала, что я могу влететь на какую-то сумму, но я понимала, что я не помню даже какую сумму, незначительную сумму, я хотела вложить. Первое, что я сделала, я завела Инстаграм, места у меня уже нет, я завела Инстаграм, на котором разместила плюс-минус те очки, которые ко мне должны приехать. Разместила вообще фотки говняные, да, я упарилась по описаниям, мне на то время тоже казалось, потому что я же не Инстаграмер, я тоже думала, что тексты продают. Я писала разного рода тексты и ловила обратную связь, какие же все-таки тексты продают. Я нашла свой текст, который продают. Сначала я собрала, у меня были мои личные очки, и я показывала, я придумала контент, который будет интересен аудитории, не просто смотреть и образовываться, а интересен и делать вывод, что они мне могут доверять, потому что я продавала не фейковые очки, а оригиналы. Конфискованные, но оригиналы. А кто живет возле, близко возле границ, тот в курсе, о чем я говорю, да. И я распродала, я набрала предоплат за очки еще до их приезда, и вот это был мой безбюджетный старт. Точно так же можно работать практически со всем. Сейчас только кто-то начнет задавать вопросы. А как вот, допустим, мне фабрика в Иваново не отпустит? Да, фабрика в Иваново не отпустит, но ищите. Если вы коммерс, если вы предприниматель, ищите. Да, значит, мы идею про фабрику в Иваново, мы зачеркиваем, нихера нам безбюджетно не отдадут. Дальше, ресторан. Ресторан в центре Москвы не безбюджетно, потому что, блин, мне уже 38, да, у меня трое детей, у меня хрен знает какая история в жизни, никто мне не даст столько денег, да. А договориться и на аренду, и на продукты, и на людей, и на промо, да, у меня все, это как бы не вариант. Дальше, что я могу сделать безбюджетно? И мы считаем, первое, что мы должны сделать, что мы сможем продавать, что мы можем продавать, не вкладывая пока деньги. И когда у вас есть понимание, что вы можете, что вы можете, подчеркиваю, не что вы можете, а что вы можете продавать, вы можете обращаться к любому своему B2B и говорить, Вася, у меня я продаю, да. Вася, я возьму у тебя только фотографии, да, дай мне фотографии без нанесения логотипа, чтобы они не шли напрямую к тебе. Я размещаю их у себя в инстаграме, я собираю заявки там, и раз в неделю обращаюсь к себе. Опять же, не надо говорить, а вот, например, когда я пеку котлеты, то котлеты раз в неделю невозможно, потому что они киснут, да. Ну, опять же, у каждого свои котлеты. Да, и мы говорим, Вася, я собираю там, допустим, по какой цене мне будешь опускать, если я буду делать там какой-то объем, мы договоримся о каком объеме. И Вася говорит, деньги вкладывать мне свои не надо, нет, не надо. А ты меня не наебешь, нет, не наебешь. Понимаете? И тогда вы с Васей договорились, вот здесь уже, то есть, опять же, мы говорим о том, что мы должны организовать сбытки. И второе, умение вести переговоры. Переговоры, и у Васи тоже, поверьте, завалены склады продукции. На сегодняшний день, учитывая ситуацию, зная, что у всех говно происходит в продажах и везде, у Васи столько товара, которые надо сбыть. И если вы ему в этом поможете, он будет к вам сыпать просто ведрами. И вот здесь пойдет история, и здесь начнется история. Я смотрю, вы там переписываетесь, вам всем ржачно, да? Я потом почитаю. Ржут они там. Я сейчас тоже вернусь, буду вас читать. Мне уже интересно. Вот, в общем-то, основное это сбыт. Вот поверьте мне, как только будет сбыт, к вам пойдут люди. И они будут говорить, слушай, помоги мне продать вот эту мою прекрасную вещь. Или не столько говна в гараже, да? Надо все это продать. К вам пойдут люди, да? Ну и естественно, везение переговоров. Понимание, что... Кстати, давайте я засклиню. У меня первый раз на эфире 400 человек. Ну это правда, это мой рекорд. Прям я сегодня даже выпью винишко за такое дело. Вот, давайте сейчас почитаем. Дима. Дима, ты забираешь все мое внимание, все внимание от меня. Дима, я тебя сейчас забаню. Я тебя сейчас забаню. Услуги. Что конкретно интересует про услугу? Услуги. Смотрите, услуги точно так же, да? Услуги. Сбыт. Точно так же начинаем со сбыта. Если, то есть первое, нужны ли эти ваши услуги кому-то, да? 413 было, что не заскринили? Спасибо, мне очень приятно. 411 было, круто, да? Услуги. Точно так же касаемо услуг. Месяц назад, что, не понимаю, я не буду ваши комменты читать, потому что буду забиваться. Первое, спрос. Спрос, потом, с какой целевкой вам нужно работать. После того, как вы определяете, с какой целевкой вам нужно работать, чтобы у вас был достаточный сбыт, опять же, помните, мы говорили, что на некоторых вещах вы не сможете организовать сбыт. Касаемо вашей услуги, точно так же. Ваша услуга, что такое услуга? Это продажа какого-то результата, да? Услуга – это всегда результат. Вот когда говорят, что вы продаете, когда вы продаете кофту, да? И люди начинают, ой, я вообще прям восторгаюсь такими вот этими флешмобами, да? И люди начинают говорить, когда мы покупаем кофту, мы продаем, мы покупаем тепло, мы покупаем стиль, мы покупаем вот это, вот это. Ни хрена. Когда мы покупаем кофту, мы можем покупать вот все, что угодно, да? Ну и тепло там в том числе. Тоже может быть, но это касается, это относится к услугам скорее, чем к кофте или там к физическому товару. Скорее относится, конечно, когда там спросить, да, что мы покупаем, когда мы покупаем майбах, мы не скажем, что мы покупаем передвижение из точки А в точку Б. Мы покупаем понты, комфортом, ну и так далее, да? У меня нет майбаха, поэтому пока не могу сказать, да? Обязательно смогу. Вот. Когда мы продаем услугу, мы покупаем, мы продаем результат. Наш человек, не мы продаем, а здесь, что он хочет купить. Он хочет купить какой-то результат. Вот этот результат вам, собственно, и нужно сбывать. Не писать про него, не пытаться снять про него видео, а его сбывать, наладить сбыт по принципу сбыта товарного. И опять же, блин, приходите ко мне на программу, на конвейер-продаж в субботу. Я прям так хочу, чтобы пришла услуга. У меня приедет, у меня люди приедут, хрен знает откуда вообще, на самом деле. Люди приедут издалека. Из Сочи будет одна девушка. Приедут люди издалека, издалека. Услуги у меня будет мало. Если вы хотите услугу свою, быстро качнусь, да, то приходите ко мне на конвейер. Вот. Я рассказала, я рассказала. Так, целевка это же не женщина, 35 с тремя детьми и т.д. Нет, целевка это не женщина. Целевка это потребность. Целевка это почему и для чего. У меня здесь брат что-то пишет. Причем, что он в соседней комнате. Про майбах обязательно смогу, это правильно. Ну, конечно, смогу, господи, за что это майбах? Ну, это херня. Майбах это херня. Есть глобальные, более глобальные задачи. Майбах это, знаете, такая промежуточная задачка, которая надо, так сказать, это, галочку поставить. Вот. Целевая аудитория это скорее не кто и какой он. Целевая аудитория это всегда нахрена ему вот это надо. Я услуга приеду, приезжайте, не удаляйте плюс... Да я не удаляю эфиры, они сами удаляются, вообще не удаляю эфиры. Я, блин, тут горло деру 2 часа, и вы думаете, я потом такая сижу, удалю нахер, да? Вы чё? Вы о чём? Я же здесь всё-таки работаю для того, чтобы кто-то всё-таки вот так, да, честно, да, приходите ко мне на марафон, потому что марафон охренительный. Марафон, правда, охренительный, и этот марафон я не буду занята, меня будет много с вами. Я буду относительно свободна, и меня будет с вами много точно так же, как на этом курсе. Меня на курсе много. Вот, блин, я сейчас понимаю, что предыдущие потоки я так немножко обделила, это, знаете, как поздние дети, да, позднему ребёнку больше внимания уделяешь, а первым своим потоком я меньше внимания уделяла, но я сейчас их, блин, в чатах поддерживаю, они ко мне пишут везде постоянно, я всех поддерживаю, всех люблю, всем помогаю, всем подсказываю. Это такое чувство вины немножко, потому что понимаю, что, ну, тогда я прям занималась самим курсом, а сейчас я уже занимаюсь людьми, вот именно людьми. Я работаю с людьми и на курсе, и в марафоне, и понимаю, какими эти продукты должны быть, и это должны быть такие крутейшие программы. У меня и так марафон самый крутой, и я вот без пиздежа, без всего, я могу сказать, у меня нет ни одного отзыва нейтрального или негативного, да. Про курс был, отзыв, да, есть отзыв, что очень сложно, ну, вот это правда, про курс, поэтому мы сейчас на курс не берём прям всех подряд. Так, хочу взять товар и с ним пойти по магазинам узнать спрос, стоит ли так делать, что конкретно, говори, какой товар, по каким магазинам ты хочешь пойти. Конкретизируй, пожалуйста, я иду на марафон, много кто идёт на марафон. Спасибо, что пишете у нас в чатах, дорогие мои. Я правда на днях, да, я заскринила этот отзыв, да, что, ну, крутой курс, крутой марафон, но послемарафонская поддержка крутейшая. И, блин, я кайфую от этого, от того, что у меня получается. Я продолжаю вас вести, я понимаю, что вам нужно дальше. Вот, поэтому я не бросаю своих людей. Юля, спасибо за эфир, суперполезно. Пожалуйста. Курс классный и марафон, спасибо. Пожалуйста, курс менеджеров. Для менеджеров у меня школа, это не курс, это школа, это азы, это для наёмных работников. Я тоже хочу к вам на марафон. Давайте сделаем так, хотите промокод я вам подарю, у меня с сегодняшнего дня промокоды не действуют, а только для тех, кто смотрит мини-курс, для них действует промокод. Давайте я вам подарю, подарю, подарю. Знаете, какой промокод? Сбыт, промокод сбыт. По промокоду сбыт вы можете зайти, давайте ещё так, можно на курс зайти ещё 3 дня, да, и на марафон, и на марафон. От сегодняшней цены на сайте у вас будет скидка до предыдущего тарифа. Там можно оформить, можно, сейчас я скажу, промокод сбыт. Кто здесь из моих есть, я себе запишу, потому что я потом забываю, и они мне пишут, Юля, ты новый промокод дала? Ааа, не помню. Да, можно, так что первую ночь после того, после проведённого эфира, можно писать любое слово, потому что я не помню. Девки пересматривают, потом говорят, всё, мы нашли промокод. Вот такой я собственник своего бизнеса. Что вы здесь ржали с Димой? Рассказывайте мне, пожалуйста. Так, 3-4 минуты, я буду заканчивать, в принципе. Сейчас поотвечаю на ваши вопросы и пойду. А, ещё у нас конвейер по стоимости участия. 15 тысяч стоит конвейер, вообще херня. У меня нет таких дешёвых программ. Учитывая, что там 6 часов контента, учитывая, что я лично работаю с каждым, и учитывая, что это не просто про поболтать, повосторгаться и разойтись, и сказать, блин, Юля классная, вообще Юля прикольная, а именно завтра раз, два, три пошага в расписанное действие, потому что это тренинг. Это не лекция, это не семинар, это тренинг. Мы тренируемся, мы тренируемся, я даю задания, и я потом эти задания проверяю и говорю, Маша, херово сделали, Маша, давай переделаем, у тебя так не будет работать, да? Так, поработаю над целёвкой, да, работайте над целёвкой. Как вы относитесь к бизнесу по франшизе? Есть франшизы стоящие, есть франшизы, которые я, ну, я просто отговариваю, не покупайте франшизы парикмахерских, не покупайте франшизы кофеен, не покупайте франшизы цветочных магазинов, не покупайте франшизы бельевых магазинов, это бред. Франшизу нужно покупать тогда, когда есть выстроенные бизнес-процессы. Франшиза – это покупка маркетинга, чужого маркетинга, чужой рекламы. Если ни хрена вот этого нет, и вы где-то в интернете нарыли информацию про какую-то странную франшизу, но она дешёвая, и там обещают высокую доходность, убегайте оттуда. Это точно так же, как если вам скажут, открыть бизнес с нуля, через 4 дня миллион долларов ежедневно, при работе полторы минуты в день, ты причём можешь стать президентом Соединённых Штатов Америки. Просто это бред. Франшиза, про которую никто не знает, если это франшиза, про которую знают все, вот вы опросили из своих знакомых, там 20 человек спросили, ты знаешь такой бренд или такую сеть? И он говорит, ну конечно знаю, вот здесь речь про рекламу. Эту франшизу можно покупать, потому что будет идти трафик на это имя. Но если франшиза Coffee Hair, да, ну Coffee Hair, ну вот для вас это Coffee Hair, потому что вы прочитали, вы посмотрели презентацию, и вы вдохновились. Но для всех остальных это Coffee Hair. А рядом есть Starbucks, да, ну вот условно. Так, есть фильм, как расписывать славянскую писанку. Такого фильма в мире больше нет, надо срочно продать как? Скорее всего никак. Кому она нужна? Ну вот, помните, про что я говорила, сбыт? Еще одна очень плохая идея, что продать можно все. Продать можно все, сейчас скажу, продать можно все на самом деле, но один раз, понимаете? Если речь идет про то, чтобы продать, потому что вам это надо продать, вот допустим фильм, да, или, например, там вот тачку продать, ну блин, бывает же такое, что тачка в херовом состоянии, а ее надо продать. Ну и что, ты ее выкинешь, с моста пихнешь, и ты стоишь и думаешь, мать вашу, я когда-то на эту тачку много работала, я не могу ее с моста столкнуть, да? Ее надо продавать. Вот один раз ее продать можно, упороться и продать, потому что это надо продать один раз. Но бизнес надо выстраивать на том, на чем можно, где можно организовать регулярный, постоянный, стабильно растущий, прогнозируемый и легко планируемый, потому что имеющий статистику смежную, либо свою же статистику, только этот товар и этот продукт можно брать в бизнес. Понимаете? Просто там, я не знаю, в Беларуси есть прекрасная херня, да, слудские, кто там, слудские, бля, такая белорусская, слудские пояса, короче, какая-то херь вот эта национальная, ее не помню. И вот туда якобы туристы все приезжают и покупают. Можно, вот я могу сказать, я белорусская, я патриотка, я буду вот это вот продавать, да, я сейчас упорюсь, да никому оно не надо. Там, в Слуцке, оно надо, потому что туда приезжают туристы, им какую-то историю рассказывают, вот предысторию, да. Вот это речь про сторителлинг. Кстати, на марафоне будет у меня специалист, которого я приведу, это специалист по сторителлингу. Плюс она издала много книг, она работала в издательстве МИФ, ну, то есть там человек реально крутой спец. Мне нет ни одного не спеца, это все люди, с которыми я работаю лично. Вот там они продадутся, эти слудские пояса, бля, шарфы, короче, не важно, какая-то слудская штука. Больше она нигде не нужна. Вот, поэтому бизнес на этом делать нельзя. Там можно, здесь нельзя. Как бы здесь тоже еще нужно понимать целевку. Конвейер 25-го, да, конвейер 25-го. Конвейер 25-го. Единственный раз в 12.00. Москва-сити, 60-й этаж. Будет фотосессия. Фотки вы себе заберете, я отдам. Будет шампанское, да, немножко шампанского в конце. Эй, я давно не выпивала в кругу незнакомых людей. Так, Дима будет смотреть моих детей, да? Прекрасно, прекрасно. Мужчин в процентах. Читаем. Короче, Дима пересемлен у себя одеяло. Я Диму забаню все-таки. Давайте Юлию послушаем, мне все равно за диспризм. Ну, это круто. Это очень мило. Блин, я не знаю уже, то ли Юлю слушает. Так, я здесь уже была, да? Я потом почитаю ваши эти, что вы тут ржали. Эфир, в принципе, подходит к концу. Макдональдс не продает в РФ франшизу. Франшиза Макдональдс. Вы знаете, в Макдональдсе, да, давайте не про Россию, Макдональдс очень дорогая франшиза. Очень дорогая франшиза. Знаете, лучше 33 свои булочных этих открыть, чем купить франшизу Макдональдс. Там период окупаемости не такой уж и короткий. Какая скидка по промокоду? А, промокод сбыт, да? Я уже забыла, пля. Такая себе записала, потом буду сидеть, что за херня выкинуть нахер надо, да? И такие люди, что, что. Какая скидка? Я не владею ценами. Я вам вот честно говорю, я не владею ценами, но до предыдущего тарифа. Вот что сейчас на сайте, да? Сейчас зайду посмотрю. Ах, стыдно же так, да? Приходите в эфир, рассказывайте про свой продукт и спрашивайте, сколько стоит. Я говорю, а я не знаю. Сейчас скажу. Вот я сейчас буду взрослым предпринимателем, и я вам все расскажу. Так, тариф, кстати, про тарифы. У нас есть три тарифа. У меня есть мой тариф с моим личным сопровождением. Я веду клиента, я делаю разборы аккаунта, я вычитываю тексты, я занимаюсь, то есть абсолютно все делаю я. Ну как, я не делаю за вас, я даю обратную связь, я работаю с вами, вы делаете, я вам подсказываю. На этот тариф только 10 мест, осталось, по-моему, 4 места. И он стоит 45 тысяч, по промокоду он будет стоить 35, по-моему, да, предыдущий тариф. Потом тариф ВИП, где обратная связь круглосуточна в чате поддержки от моих экспертов и от меня, но я там крайне редко, вот я не говорю, что я там буду, это мои эксперты, которые постоянно консультируются со мной, со мной работают. 24 900, кстати, отзывы все про, а что-то мне здесь Дима в личку написал, сейчас прочитаю, я для всех прочитаю. Эксперты, отзывы про чат, про работы с экспертами, самые крутые результаты были у тех, кто работал с экспертами, но, дальше расскажу, вот этот тариф стоит 24 900, а будет там, по-моему, 21 с чем-то, не буду врать, да, 21 с чем-то, 22 тысячи условно, и тариф бизнес, сейчас он стоит 9 700, а предыдущая цена была 7 750, да, вот, то есть вы по промокоду сбыт, вы получите этот тариф за 7 750. Так, тариф бизнес, не без обратной связи, мне вчера кто-то написал, так я купила вот этот тариф, он без обратной связи, почему вы его продавали? У меня нет ни одной программы без обратной связи, потому что бесполезно, я не даю информацию, кто-то мне написал на днях в директ, говорит, что я проходила где-то там обучение какое-то, и там были такие рекомендации, в шапке пишем вот такое слово, да, и потом оформляете вот так, вот так, вот так, посты пишем вот по такой структуре, фотки делаем вот по этой вот прекрасной схеме, потому что она сильно мне нравится, да, а еще мне нравится, когда вы меня лайкаете, еще мне нравится, когда вы шлете мне подарки после обучения, вот, и девушка говорит ей, мы вышли после обучения, там 300 человек, у всех одинаковые аккаунты, у всех одинаковые посты, все ставят одни и те же хэштеги, потому что Гура сказала, что это, это, это инсайдерская информация, там и так далее, и так далее, Так вот у меня такого нету, я не говорю, что делать, я говорю, как это нужно обустроить, а вот это вот как уже мы решаем вместе, и вот это как самое сложное, да, что это фигня, что я вам говорю бесконечно, бесконечно много каждый раз, а вот уже как мы решаем вместе, и на тарифе бизнес обратная связь, каждый модуль, то есть раз в 5 дней на вебинаре вопрос-ответ мы встречаемся, и я отвечаю на ваши вопросы. У вас есть вопросы, я даю вам ответы абсолютно на все. Сейчас читаем сообщение Димы. Дима посоветовал мне. Дима, спасибо, спасибо. Я вам верю. Замуж он меня не зовет. Так, франшизу, так, поехали дальше. У нас в городе Мак купили, хватило на полгода, сейчас сидят с франшизы 22 мульта, да, да, да. И там еще, там еще сборы, там еще взносы капитальные. Юля, как связаться с вашим менеджером, расспросить о курсах и обсудить, что посоветуете, какого вашего продукта начать? Напишите ваш ватсап в мой директ, и вам напишет менеджер, все расскажет. У меня мама помешана на здоровье, и ей продали какахи моли. Ну огонь же! Вот, вот смотрите, вот если бы, это капец, вот скорее всего предприниматель, который продает говно моли, да, он не думал, не сидел такой, не держал в руке и не думал, говно моли, говно моли. У меня есть говно моли. Какую боль может решить говно моли? Кому надо говно моли? Скорее всего, это будет женщина 55 плюс с лишним весом, да, или там склонная к полноте и так далее. Вот, продаем говно моли. Скорее всего, человек, который продает говно моли, он решил, что он увидел, что... Сейчас очень, кстати, я буду вести эфир про продажу косметики. Это следующий, один из следующих эфиров будет про то, как продавать косметику, как на самом деле, что делать с косметикой, да, какие тенденции, не про то, там, постите баночки, там, или еще что-то, или там, переходите все на корейскую косметику, или там, китайскую, или российскую, вот не про это, а про тенденции. Так вот, последние исследовательные маркетинговые исследования подтверждают, что люди все более и более озабочены своим здоровьем. И вот на фоне вот этого исследования, кстати, каждое исследование стоит космических денег. У меня к ним есть такой доступ, да, потому что я работаю, ну, в одной компании, да, вернее, не вы, а с одной компанией. И вообще каждое исследование стоит, там, 150-200 тысяч. Это вот исследование только, там, продажа, там, допустим, какой-нибудь продукта незначительно. Так вот, люди озабочены, и получив доступ к этой информации, предприниматель, который умеет налаживать вот это вот волшебное слово «збыт», он понимает, что есть аудитория, у которой есть запрос на что-то, что будет, ну, там, допустим, не знаю, помогать худеть, оздоравливаться, там, молодеть и все что угодно. И что продавать? Продавать там корень женьшени уже не актуально, уже все знают алоэ, что там еще с говно улитки. Говно моли! Это не продавал никто. Будем продавать говно моли. Прекрасная же тема, да? Все, и главное наладить сбыт, найти аудиторию, понять, что, какой результат хочет купить эта аудитория, продавать результат. А что вы там будете продавать? Писанки, говно моли, я не знаю, бургеры, ну, что угодно. Главное наладить сбыт, работать со сбытом. Чем, собственно, я и занимаюсь на всех своих программах. Основное я настраиваю про, да, жи, не красивый магазин. И, кстати, когда про офлайн-магазин идет речь, да, я не рассказываю, как сделать магазин красивый. Я рассказываю, как, знаете, такую историю, что поставьте, кто поставьте, что поставьте. Да ничего не ставьте, просто сидите и молчите, уже задолбала я вас с этими. Поставьте, да? Вот смотрите, магазин, магазин, допустим, да, магазин, здесь вход. Вы в курсе, что, вот товарники сейчас, товарники, кафешники, то есть все, у кого есть офлайн-точка, магазин условно делится вот так вот на три части. И вы в курсе, что вот эти первые 30% это слепая зона. Ваш покупатель заходит и не видит. Это для него слепая зона. Все, что бы вы здесь не размещали, не продается никогда и не будет продаваться никогда. И для того, чтобы вот эти 30% использовались, ну, а для многих 30% это, блин, это критично. Если у тебя магазин, там, я не знаю, 50 квадратов, то 30% это очень много. Особенно, если у тебя там мультиассортимент, если много всего, да, или кафе, или салон красоты. А где обычно все размещается? Вот здесь, да, вот здесь вот у нас все размещается. То есть, что делать, чтобы вот эта зона не была слепой? Как размещать оборудование и товары в магазине? Вот про это мы тоже говорим, да. То есть, я не говорю там подсветка, витрина. Хотя про витрину в том числе я говорю. Витрина это очень серьезно в магазине для розницы. Но про это мало кто знает и мало кто говорит. Потому что мы это изучаем, еще я изучала, когда училась на товароведах, да, у своего технолога. Технолог нам давал вот эти техники. И на сегодняшний день все крупные мощные сети подтверждают то, о чем мне говорил технолог так на минуточку 20 лет назад. Какахи-моли здесь все ржут. Слудские пояса. Блин, да. Простите, меня... Я же говорю, я так себе белорус, так себе патриот. Если товар совсем новый, ноу-хау в противопожарном оборудовании, можно заходить только как расширение уже имеющейся линейки или уже имеющего клиента. Или с нуля пойдет без имеющего поп-товара. Ноу-хау это вообще, знаете, всегда утопия. Ну, блин, недостаточной информации. Если это вообще что-то новое, то есть новая подкатегория выделяется, да, то там нужен маркетинг. Там нужно настраивать маркетинг, там нужно дофига времени, усилий и ресурсов на то, чтобы организовать маркетинг. Если это товар-заменитель, то вполне себе рабочая схема. Но мне недостаточно информации для того, чтобы... Ну, это простая ситуация, но недостаточно инфы. Какая цена на марафон со сбытом? У меня все программы со сбытом. Марафон, я уже проговорила, да, у меня абсолютно на всех программах есть... Красной нитью идет. Основа это сбыт, основа это продажа. Нету такого там, давайте сделаем себе красиво. Моль. Сейчас смешно, а так не дешево. Около трех тысяч какашки моли. Вообще огонь, что я могу сказать. В плане формирования команды Маки-боги. Спасибо за полезный и веселый эфир. Четыре, четверо мужчин у нас, да? Вообще у меня менее 10% мужчин в аккаунте. Я не знаю, почему меня не любят мужики. Они сами на первый и второй же рассчитались. Клинопись Тима написал... Простите его, Юля. Нет, все нормально. А сколько всего людей будет 25 мая? Не более 30 человек. Даже 30 человек так, по моим ощущениям, не будет. Там зал маленький. А что все ржали? Starbucks город 700 тысяч. Стоит подумать про франшизу? Не знаю. Вот это вот 700 тысяч недостаточной информации. Starbucks... Ну, у Starbucks там свои стандарты. Поэтому я думаю, что они вам скажут, где можно, а где нельзя. Хотя основная ваша задача – это проходимость. Вам нужно быть на якорном арендаторе. Про косметику. Да. Обещала. Значит, будет. Юля, муж на меня странно смотрит. Уже как я тут ржу. Короче, продать даже можно свое говно. Боже мой. Ну, вероятно, да. Когда будет эфир про продажи косметики? Не знаю. Ну, я пока не знаю. Я анонсирую. Я, ну, за сутки, там, за полсуток вывешу сообщение. Просто так не... Ну, потому что это такая тема, с которой нужно подготовиться. Я не продажник, но вы не веря, нас этому учили. Хорошо, коллега. Сейл в этой зоне очень часто ставят. Да, сейл ставят в этой зоне. Идеально ставить на выходе с правой стороны сейл. Но только сейл в этой зоне – это слишком много. Понимаете? И сейл ставится по правилам, да, должен стоять только с правой стороны. Левую сторону нельзя. Ну, то есть, есть определенные несколько техник, как выстраивать магазин внутри. Мерчей всех нахер. Нет, ну, почему мерчей? Хорошие мерчи все это знают. Хорошие мерчи все знают. Ну, нас этому учили. Нас за это, блин, дрючили. Мы экзамены по этому говну сдавали. И сейчас до сих пор учимся. Все акции выставили в эти 30%. Ну, неправильно, неправильно. Я работаю в торговой сети крупной. Согласна с вами, правда, я кадровик, но читала про это. Супер. Ага, также есть полки баскетболистов. Колбасе мыши с крысами есть. Да ладно, что вы это? Нефти колбасу я уже 12 лет не ем. Мясо запекли и все. Или птицу, или вообще редиску. Вместо мяса. Круто. Можно ли начать бизнес в любом возрасте? Конечно, можно. У меня мама начала... Как мама начала? Я маме передала. Но я думаю, что не каждому, кому передадут действующий магазин, я думаю, что не каждый справится его поддержать. И держать его уже сколько на протяжении 10 лет. Моей маме магазин... Я ей оставила один из своих магазинчиков детских товаров 10 лет назад. И моя мама начала в 56 лет, что ли. Да, в 56 лет начала работать. 56. Ни хрена не 30, ни хрена не 40. 56 лет началась. Сейчас ей 66, и она до сих пор работает. Уже не так просто, конечно же. И, ну, все меняется. Тяжеловато. Но есть мы. Мужики вас не не любят, а боятся. Ну, и хорошо. Мужикам учиться стрёмно. Они же всё знают. Нет, у меня на курсе, кстати, мужчины очень крутые. Очень. Постоянно уже на каждом потоке есть мужчины. Когда первый мужчина ко мне зашёл учиться, для меня так было страшно. Ну, я к мужчинам так уважительно отношусь. И вот на этом потоке тоже очень классные мужчины с интересными бизнесами. Сами по себе интересные, умные, начитанные. И нету такого, что... Да что ты знаешь? Вообще нету. Классная группа. Правда, очень классная. Женщины спасут мир. 100%. Вот с этим я согласна. Потому что мы сейчас и стали сильнее мужиков. Они же не научатся ничему. Самые умные. Можно ли начать бизнес подростку? Ну, вот у меня за стеной сидит мой подросток. Что-то там мутит. Юля, спасибо за эфир. Было весело и полезно. Так, у меня уже закончились ваши сообщения. Юля, потому и крутые, что исключения. Да, ну, кстати, да, может быть. Может быть, да. Один мужчина ко мне пришел, потому что его жена сказала, иди к ней учись. Отправила жена. Да, так бывает часто. И ко мне на сопровождение тоже жены отправляют своих мужей. Ну, то есть не ревнует. Ну, а выгляжи. Не ревнует. Моя начальница в найме начала в 45. Ей сейчас 68. И она крутая. Лучшая в России в своей отрасли. Да, Юль, спасибо. Сегодня прям классный эфир. Спасибо. На конвейере мужчины будут? По-моему, нет пока мужчин. По-моему, нет мужчин. Ну, мужчине вообще куда-то выйти на оффлайн достаточно тяжело. Да, мужчина в выходные хочет лежать, либо рыбачить, либо там у них свои же истории. Такая, скорее, женская история. Юля, вот слушаю вас и применяю мысль на ваши слова на работу. И половину бы сократила и ЗП уменьшила. Так так и надо делать. Юля, вопрос про товар. Натуральное мыло в магазины Эко и ВИП. В магазины тебе нужны будут сертификаты. Вот, послушай. А, блин, мы сегодня про это говорили на зуме, про твою историю. Тебя не пропустят в магазин без документов. Тебе нужно в B2B, но B2C ты не вытащишь. Тебе нужно в B2B, но B2B не те, которые будут продавать, а другие B2B. Ну, вот здесь не могу говорить, потому что все-таки это на курсе, информация. Ну, и это некрасиво, да, когда я час назад, это такая инсайтовая информация, пришла на курсе для человека. И вот сейчас ей поделиться в прямом эфире. Давай так, ты сама к ней придешь, и я тебе скажу, да, ты права. Ты очень настойчивая, у тебя получится. Но я в декрете ей просто суп. Декларацию на мыло не сертификаты, и они недорогие. Ну, и супер, значит, декларация. Про страх назвать цену расскажите. Давайте расскажу и будем заканчивать. А, две минуты, не расскажу. Про страх назвать цену. Смотрите, здесь может быть несколько историй. Может быть страх, вы не уверены в своем продукте, да, либо вы уверены в своем продукте. Да, шашлык, Юля, я согласна. Я вот сейчас, я со всем этим здесь закончу, я вообще, я запросто. Не сбивай пока смысле. А если вы уверены в своем продукте, ну, вам все равно страшно называть свою цену. У вас вот этот страх быть, как это, быть осуждаемым, да. Вам страшно, что кто-то скажет, фу, да, какая-то плохая. Скорее всего, это такая история наших всех людей Советского Союза, да. Все мы дети наших родителей, где вот это спикульство порицалось, да. Ну, и мало того, что порицалось, за это как бы серьезные сроки, или срока, как правильно говорить, да, давались людям. И здесь нужно, я вот что рекомендую психологически, что сделать. Если уверена в своем продукте, подумать о том, что человек, который у тебя спросил, а ты побоишься ему назвать ценник, он пойдет и купит другое место. Твой же продукт, но говно, и в этом будешь виновата ты. И когда его что-то накроет из-за этого говнячего продукта, в этом будешь виновата ты. Вот возьми на себя ответственность и продавай свой качественный продукт. А если он некачественный, значит продавай тому, кому, для кого он будет качественным. Все, заканчивай. Продолжение следует...